Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» на канале ЛДПР-ТВ в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Замглавы МИД Сергей Рябков и чрезвычайный полномочный посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайер провели переговоры. Центральной темой стало обсуждение гарантии безопасности и недопустимость расширения НАТО на восток. Напомню, 17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств членов организации Североатлантического договора. Ранее с предложениями по внешней политике выступила ЛДПР. Этот год для нас еще знаменателен тем, что появились концептуальные стратегические направления в нашей внешней политике. И мы об этом говорим не как посторонний зритель, а мы об этом говорили в своих выступлениях на съездах, в палате Государственной Думы, здесь. И особенно в последнее время. Мы вам готовы дать выступление у Соловьева в воскресный вечер, там или вот 60 минут, радио «Комсомольская правда». Почти весь ноябрь-декабрь я говорил о путях решения украинской проблемы и вообще проблемы безопасности в отношениях США и НАТО. Рябков озвучил свои предложения от МИДа 17 декабря. То есть мы его не слышали. Поэтому наши предложения оригинальные частично совпадают. В этом плане мы рады. И мы тоже будем избегать слова «ультиматум». Об ультиматуме речь не идет. Но есть наши пункты, и там их нужно или принять в том комплекте, как мы их представили, или дальше Россия будет действовать в соответствии со своим планом. Но защитить интересы своей родиной, страны мы обязаны. Это единственная партия парламентская, где вклад реальный во внешнюю политику, международные отношения, безопасность. Ни одна партия этого не делала никогда. Только мы 32 года говорим об этом. И когда избиратели говорят, да что нам там Украина, Кавказ, Сирия. Чем дешевле будет наша внешняя политика, тем больше денег пойдет на внутреннюю. Поэтому это деньги для наших граждан. Если мы закончим с проблемами безопасности, укрепим безопасность, тогда меньше денег будем тратить на безопасность нашей Родины. И тогда большая часть бюджета пойдет на удовлетворение социальных нужд. Поэтому здесь прямая взаимосвязь. Здесь нету разрыва. Чем сильнее государство, тем больше возможностей улучшать жизнь наших людей. В Государственной Думе прошло заключительное в этом году пленарное заседание. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что наконец-то многие важные законопроекты увидели свет. Однако их представила почему-то именно партия власти. Политик заявил, что гегемония одной партии ведет к остановке как в ее развитии, так и всей многопартийной системы России. Мы разные. И действительно, может быть, нужно больше дискуссий между нами. Но за многие годы работы в Думе я ни разу не видел, чтобы это была дискуссия. Малый зал-то стоит пустой. Давай туда соберемся и поговорим. Ни о чем не хотите говорить. Ни одна фракция, так сказать. Слышу, вчера Госдума наконец приняла закон о лихачах. С подачей Единой России. А ЛДПР что, спала что ли? Мы 10 лет об этом говорили. Каждый год. Нет, ЛДПР нету в информации. Единая Россия дала этот закон. А мы каждый год трясли власть. Нам отказали, а своей партией разрешили. Принимайте. Зачем так делать? Ну, мы же соавторы там. Наша фамилия стоит там. Нилов, твоя фамилия стоит там. Вот. Есть там несколько человек. Нет. Единой России. А остальные же там фамилии. Нет депутатов. Поэтому, когда мы стараемся кого-то выпищить, что что-то сделано только от имени одной партии. Только она подарки раздает. Только она на Донбасс ездит. Только они чемпионы по бильярду оказывается. А чемпион у нас во фракции сидит. Чего вы? Кого вы обманываете? Всегда будут ошибки. Всегда будет какое-то недоразумение. Непонимание. Просто многие не хотят понять, что мы перешли к многопартийной системе. Что одна партия может продолжать навязывать свою волю, но это не приведет к большим результатам. Когда одна партия наверху, а соперников нету, они слабые и маленькие, останавливается развитие этой партии. И останавливается развитие малых партий. Ибо у них нет перспективы получить даже 100 мандатов. И будет тупик. В этом тупике мы были с вами. И царь завел в тупик все. Все, жена его назначала, министров, так сказать. Все, он любил свою жену. Потом другой появится, Горбачев, тоже любил свою жену. Обязательно надо любить жену или мужа. Любите. Но государство управляют отдельно. И ваша жена близко не должна участвовать. И ваш муж. Вот мы дважды страну опустили, разрушили. Семейный вариант. Некоторые СМИ накануне ежегодной пресс-конференции главы государства Владимира Путина поспешили выступить с сенсационным заявлением якобы о неких материальных подарках, которые получат определенные категории россиян, в том числе и пенсионеры. Этот миф решил развенчать глава Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Отдельные средства массовой информации сделали сенсационное заявление. Якобы граждане получат в декабре пенсии, пособия, заработную плату за январь месяц. Уже до Нового года. Хотел бы обратить внимание, что никакую сенсацию делать не нужно. У нас в соответствии с трудовым законодательством. С 1 по 10 января 2022 года официальные нерабочие праздничные дни. И пенсионный фонд традиционно выплачивает только отдельные категории пенсионеров, которые получают в начале месяца пенсию, выплачивают в конце декабря. И на это, конечно же, средства в пенсионном фонде заложены. Никакой сенсации нет, это обычная практика. Что касается заработных плат, то картина та же самая. Если за отработанный месяц выплачиваются средства работодателям в начале следующего месяца, то разумный работодатель, понимая, что праздничные дни, закрывая год, выплачивает до конца декабря заработную плату. Опять же, это устоявшаяся практика. Никакой сенсации из этого делать просто не нужно. Тем более, что у нас очень щепетильно относятся к разного рода публикациям и заявлениям, связанным с пенсиями, с пособиями. И под громкими заголовками порой тело статьи разъясняет правильность поставленной проблемы, или не проблемы, а реализации того или иного вопроса. Но мы все подсажены на фрагментарную информацию. И порой вот эти вот яркие, броские заголовки, они формируют некорректное представление по тому или иному вопросу. В Государственной Думе прозвучало предложение учредить должность уполномоченного по защите прав инвалидов. Вероятнее всего, инициатива эта будет поддержана, поскольку исходит она от представителя партии власти. Между тем, аналогичное предложение неоднократно вносили депутаты от фракции ЛДПР. Депутат Султан Хамзаев предложил учредить в России такой институт, как уполномоченный по правам инвалидов Российской Федерации. Я напомню, что фракция ЛДПР неоднократно с подобной инициативой выступала. Мы вносили проекты законов, это решается на законодательном уровне. К сожалению, ни правительство, ни Государственная Дума в целом нашу инициативу тогда не поддержала. Хотя мы считаем, что действительно уполномоченный по защите прав инвалидов Российской Федерации должен быть. У нас есть уполномоченные по защите прав предпринимателей, по защите прав детей. Инвалидов у нас сегодня порядка 11 миллионов граждан. Это большая социальная группа, даже больше 11 миллионов граждан. Это большая социальная группа. К сожалению, мы наблюдаем рост детской инвалидности, что тоже нас пугает. И очень часто нарушаются права инвалидов. К сожалению, у нас все еще предрассудки советского времени живут. И должен быть человек от данной должности, который бы знал проблему изнутри, который бы не конъюнктурно подходил к решению поставленных задач, а без стеснений на самом высоком уровне, в том числе встречаясь с президентом, говорил о тех проблемах, с которыми сегодня встречаются инвалиды. Вот посмотрите, сегодня лица, которые ухаживают за инвалидами первой группы, должны не работать и могут получать только пособие в размере 1200 рублей. Но разве это справедливо? Да, недавно в соответствии с решением президента подняли размер пособия для тех семей, где дети инвалиды и родители получают 10 тысяч рублей. Но эта сумма не индексируется и регулируется этот вопрос указом президента. Мы неоднократно предлагали поднять решение этого вопроса на уровень федерального закона и выплачивать и семьям, где дети инвалиды, и там, где инвалиды с детства, и инвалиды первой группы, и граждане категории 80+, за которые обеспечивается уход. Все те, кто обеспечивает уход за этими категориями граждан, должны получать не менее минимального размера оплаты труда, на наш взгляд. Коронавирус не пройдет. Владимир Жириновский накануне сделал восьмую прививку от чумы 21 века. Политик предположил, что он может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года. Если вы сделали прививку одной вакцины, допустим, у меня первая была «Спутник Ви», потом вторую лучше делать другую, «Ковивак», потом есть «Вектор», есть еще какие-то вакцины. То есть, чтобы не было привычки у организма к данному возбудителю болезни, в том плане, что ваш организм будет более слабо реагировать. Поэтому при ревакцинации другая прививка, снова через 3-4 месяца, снова ее сделать. То есть, комбинированно лучше всего здесь как бы менять наименование этих прививок, и тогда еще сильнее будет ваш индивидуальный иммунитет. И быстрее делать, не слушать этих сектантов, мракобесов, больных людей. Мы должны быть все освободиться от этой страшной пандемии, а других болезней нам хватит. У каждого целый букет, но это уже индивидуально, с вашими семейными врачами. А это страшная пандемия, надо ее остановить, пока она свирепствует везде, во всем мире. В самые богатые, самые бедные, самые цивилизованные, не цивилизованные. У нас все условия, чтобы первыми покончить с этой пандемией. И вакцины есть, и условия лучше. У нас мало населения, поэтому мы мало скучные. В основном, видите, Южная Африка, Китай, Индия, слишком много людей в одном месте. У нас такого нет. Поэтому, пожалуйста, быстрее себя защищайте. Никаких болезней, никаких похорон. И к этому часу у меня все новости. Напоминаю, трансляцию эфира вы можете смотреть на нашем YouTube-канале. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok